Дорогие люди, всем огромнейший привет! Я сейчас готовлюсь к сессии, обожаю учиться, делаю это на протяжении всей своей жизни. Ну и, собственно говоря, это является частью моей работы, постоянное повышение квалификации, постоянное самообразование, потому что и педагогика, и психология, и нейропсихология не стоят на месте. Каждый год ты получаешь какие-то новейшие, интересные сведения, которые можешь применять в работе и делать свою работу эффективнее. Поэтому учеба – это очень классно. Но что делает мой сын в это время? Он сейчас так увлекся игрой, он что-то сидит у себя в комнате, ковыряется там в лего, в трансформерах, что наступила тишина в квартире, и я думаю, о, это отличная возможность для того, чтобы поставить камеру и записать вам видео про самостоятельную игру, потому что вы меня очень часто спрашиваете об этом в Инстаграм. Для начала я прям буквально минутку уделю времени тому, что расскажу, какой у нас график, режим, потому что это тоже очень важно. И для кого-то, возможно, самостоятельная игра не настолько важна, как для меня, потому что я практически все время нахожусь с ребенком вдвоем. Муж мой почти всегда в командировке, то ли у меня не ходит в садик, если он посещает сад, то это только до обеда, до 12 часов. Ну, а сейчас в последнее время он вообще туда не ходит. Это наш осознанный выбор. На это повлияло очень много факторов. Я как-то рассказывала вам про садик, возможно, если остались у вас вопросы, я вам еще что-то на эту тему расскажу. Ну, в общем, смысл заключается в этом. Три раза в неделю ко мне приходит мама моя, потому что в это время я работаю в кабинете, и ко мне приходят дети. У меня сейчас восемь детей. Тоже, опять же, мой осознанный выбор – сокращение количества учеников, потому что мне важно больше времени находиться непосредственно со своим ребенком. Восемь учеников ко мне приходят, каждый из них приходит два раза в неделю, и вот они у меня распределены по трём дням. И, собственно говоря, в это время я отсутствую дома, в это время с Толей сидит бабушка. Всё остальное время и всю остальную работу – онлайн-сопровождение, разработку курсов, запись видео на YouTube, в Instagram, написание постов, чтение книг, в том числе и для себя, как для хобби – всё это я осуществляю, находясь дома со своим ребенком. Поэтому для меня было изначально очень важно, чтобы мой ребенок умел самостоятельно играть. И в этом видео я для вас собрала несколько рекомендаций, которые я вам могу дать и как детский психолог, как специалист, и непосредственно как мама. И давайте начнем. И первое, что мы должны с вами учитывать – это возраст ребенка. Ребенку до трех лет не свойственно находиться без взрослого человека. Для него это обозначает и обозначало эволюционно погибеть, потому что ребенок недееспособен в этом возрасте, он не может выжить без взрослого. Особенно вот этот сложный возраст первого кризиса, кризиса первого года, когда в возрасте от года до двух дети становятся просто невыносимыми, потому что они везде за нами ходят, ты не можешь ни в туалет сходить, он все время прилипает к тебе. Почему? У него вот этот кризисный момент, первый кризис отделения, первый кризис сепарации, он еще называется кризис границ, когда ребенок начинает ощущать свое тело как что-то отдельное. До первого года он не воспринимает, он воспринимает игрушку как продолжение своей руки, он воспринимает ваше тело как продолжение своего, особенно если вы на грудном скармливании. И вот кризис границ, он в основном появляется, когда ребенок начинает уверенно ходить. Он не считается кризисом первого года, именно год исполнился, и обязательно у вас этот кризис. Нет, вот этот кризис, он начинается, когда ребенок начинает отдельно ходить от вас, когда он уже пошел, он так, оп, а что это я без мамы иду, меня не мама несет, я не за ручку иду. И вот у него начинаются вот эти кризисные проявления, и вот этот животный страх, он усиливается. Почему? Потому что ребенок понимает, что он не выживет без вас. И соответственно, ему надо много и долго находиться рядом с вами, и здесь заложено генетическое желание ребенка научиться всему от вас. То есть он начинает вас скопировать. В норме ребенок хочет самостоятельно есть, самостоятельно пробовать что-то делать, у вас все отнимать, пробовать это делать, пробовать как-то себе ботинки надевать куда-то или штаны. То есть у него начинается вот эта природная любознательность, когда ему хочется самому вот это все потрогать. Потому что это заложено, ему хочется научиться. И мы вот в первом пункте, когда я буду именно перечислять рекомендации, мы об этом с вами поговорим. Но сейчас про возраст, да, еще немножко. Вот в возрасте уже после трех лет, когда нервная система более-менее стабилизировалась, ребенок может оставаться уже один и увлекаться самостоятельной игрой. И ближе к пяти годам дети способны играть самостоятельно продолжительное время, при условии, что вы соблюли рекомендации, которые я сейчас перечисляю, и что вы им даете время на то, чтобы включиться в игру. Вот это то, что вызвало как раз очень много вопросов. В тот раз в сторис, когда я рассказывала, что у меня сын абсолютно, как и все другие дети, он будет ходить ныти. И вот сейчас, прежде чем я села учиться, он ходил вокруг меня, он пытался привлечь меня в свою игру, он пытался со мной как-то заговаривать, разговаривать. Я ему отвечала, я ему говорила, я занимаюсь, займись своими делами. Я занимаюсь, займись своими делами. Это продолжалось на протяжении где-то минут 15. Вообще, исходя из исследований, которые проводились над человеческим мозгом, 23 минуты нужно в среднем мозгу для того, чтобы сконцентрироваться на задаче и для того, чтобы увлечься. И так оно на самом деле и есть. В среднем 20 минут нужно ребенку находиться вот в этом бездействии, бездельничестве для того, чтобы придумать самому себе занятие. И если вы способны вот эти 20 минут выдержать и не уйти в крик, в истерику, не начать с ребенком играть или подыгрывать, мы говорим о детях старше 5 лет, то через 20 минут он найдет себе занятие и, соответственно, будет играть. Он придумает, чем заняться. А теперь давайте рекомендации. Первое, что мы должны обязательно дать ребенку, чтобы у него самостоятельная игра развивалась, дать навыки самообслуживания. Чем больше ваш ребенок умеет делать самостоятельно, тем меньше у него тревожность, тем меньше он нуждается в вашем постоянном надзоре и, соответственно, тем быстрее он становится самостоятельнее. Потому что если ваш ребенок не умеет налить себе воды, не умеет вытереть себе попу, не умеет какие-то вещи сделать элементарные, или у него игрушки вне зоны доступа, которые ему интересны для того, чтобы, например, ему достать лего, ему нужно куда-то лезть и, там, не знаю, что-то постоянно выдумывать как-то, изворачиваться. Если ребенок умеет это делать, помыть руки, если он испачкался, да, он не залет вас, или вытереть, если он что-то пролил, он знает, где у него лежит тряпочка или влажная салфетка, ему не нужно. Постоянное ваше присутствие. То есть первое, это навыки самообслуживания. В этом очень классно. Вы помните, я недавно делала в Инстаграм рассылку карточки навыки. Они очень сильно помогают, потому что вы можете с ребенком, а давай посмотрим, что ты уже умеешь делать, да, вот это, я рассылала, я не помню, сколько у нас там, по-моему, 30 карточек, да, 30 навыков. А вот это ты уже умеешь делать, а вот это давай в следующем месяце научимся. А давай выберем, какой навык ты в следующем месяце, да, чему ты будешь в следующем месяце учиться, высматркиваться, или, да, и ребенок выбирает, и вы уже, у вас есть цель, чему научить ребенка в следующем месте. Такие вот картинки, навыки. Если вы не участвовали в рассылке, да, подпишитесь на Инстаграм, ждите следующую, я периодически их делаю, повторяю все рассылочки свои, либо загуглите, да, может быть, вы сами подберете, или сами сделаете вот эти карточки навыки, ну, тоже как вариант. Дальше. Второй обязательный пункт – это научить ребенка играть. Если ребенок не обучен игре, если ребенок не обучен каким-то видом деятельности, ему придумывать что-то для себя будет крайне сложно. И поэтому очень важно с ребенком играть в сюжетно-ролевые игры, показывая, как это можно сделать, что можно сделать с твоими машинками, что можно сделать с твоими куколками, что можно здесь сделать. То есть вы даете ему примеры. У него нет такого жизненного опыта, как у вас. Игра не рождается просто из головы, да. Он все равно берет, перенимает чей-то опыт, что он увидел где-то на детской площадке, да, ну, или там в мультике, или у вас. Обычно дети проигрывают именно жизненные сюжеты. Там вот девочка, она видит, как вы что-то делаете, готовите, она за вами повторяет, она это привносит в свою игру. И очень важно, если мы говорим про сюжетно-ролевую игру, дайте ребенку несколько вариантов развития сюжета, чтобы он мог это отыгрывать потом самостоятельно, в самостоятельной игре. Этому, кстати, дети учатся в том числе и в садике, потому что каждый по чуть-чуть принес из своей семьи, и ребенок уже волен выбирать, а что ему использовать, а что ему в свою игру забрать. То же самое, когда вы ребенка учите на какой-то игре, например, вы учите ребенка собирать пазлы, раскладывать карты, головоломки, собирать лего, то у него автоматически расширяется выбор. Он уже может подумать, да, вот лего я умею собирать, я сейчас могу сесть собрать лего, там дуплы или мегаблоки, да, там большие, потому что я умею это делать. Я умею башни строить из кубиков, я умею с кемтического песка что-то любить. То есть чем больше вы даете ребенку навыков, не только бытовых, самообслуживания, но и мы говорим про игру, чем больше игр вы с ребенком присвоили, тем проще ему заняться самостоятельной игрой. Потому что если ребенок ничего не знает, никакого досуга без родителей не знает, кроме телевизора и телефона, то, соответственно, это будет первое, что будет приходить ему в голову. А если он умеет играть, то, соответственно, да, вот оно, оно все так и будет, и пойдет постепенно. Дальше, третий пункт, это вопрос привычки, потому что к самостоятельной игре ребенок привыкает постепенно, и это можно делать уже, начиная там с самого маленького возраста, когда вы ребенку просто подбрасываете идею, что можно сделать, и ненадолго уходите, а потом возвращаетесь, да. То есть, например, вот смотри, тебе можно кубики вот в это ведерочко скидывать, или наоборот, тебе нужно все кубики из этого ведерочка вытащить, или тебе нужно синие машинки в синий гараж поставить, а красные машинки в красный гараж, или тебе нужно все разделить пополам. То есть вы даете задание ребенку и уходите, и он в это время уже постепенно, потихонечку приучается что-то делать самостоятельно. Вы ему подбрасываете идею, а сделай это, а сделай это, и так далее. То есть мы приучаем ребенка, постепенно расширяя вот это время, увеличивая время, когда ребенок увлечен своей игрой. Дальше четвертый пункт, обязательный, это, конечно же, терпение. Если вы тут же начинаете бросать все свои дела и давая ребенку вот эту эмоциональную обратную связь, не всегда положительную, да, ну что ж ты не можешь, оставь меня в покое, да, или там, ну почему ты не можешь сам играть, вот сделай, вот сделай, сейчас все твои игрушки выкину к чертям, у тебя целая комната игрушек, ты не можешь играть. То, соответственно, если у вас нет терпения, то терпения не будет и у ребенка. Как это делаю я? Например, я сажусь читать книгу, я понимаю, что он меня сейчас будет дергать, ну, например, когда ему три годика было. И я ему спокойно отвечаю, как заезженная пластинка. Я сейчас почитаю, и тогда смогу. Я сейчас читаю, ты можешь заняться вот этим. Я сейчас читаю, ты можешь заняться вот этим. И просто я спокойно ему отвечала. Я занята, да, я занята, я сейчас не могу, я занята. И так далее. То есть вы терпеливо объясняете ребенку, что вы сейчас не можете поиграть вот в данную минуту. И здесь такой очень важный момент. Пока вы приучаете только ребенка к самостоятельной игре, не нужно рассчитывать на то, что он сразу автоматически, да, все это усвоит и начнет это делать. Потому что это приведет к чему? К срыву, к вашему. Если я подразумеваю, что мне сейчас нужно сконцентрироваться, и мой ребенок должен поиграть самостоятельно, вот прям обязан, а это вдруг не случится, потому что ребенку нужно сначала войти вот в эту колею, приобрести эту привычку, то что будет? Это будут неоправданные ожидания, это будет истерика с моей стороны, это будет усталость, потому что я рассчитывала на то, что я сейчас это сделаю, а у меня не получается это сделать. Поэтому пока вы ребенка приучаете, не рассчитывайте особо ни на что, потому что вы себя только эмоционально этим истощите. Да, будьте готовы к тому, что первое время будет тяжеловато это делать, но зато потом, друзья мои, это что-то неописуемо, да, вот мы сейчас с вами уже сколько разговариваем, и у меня полная тишина, потому что он там лего собирает, или он там что-то, ну, я не знаю, чем он там сейчас занимается, посмотрим потом. Но вам воздастся потом за ваше терпение, потому что вы получите ребенка, который умеет увлекаться. И дальше мы переходим к следующему пункту, который архиважен. Это эффективное время с ребенком. Если вы ребенку говорите, что я сейчас не могу с тобой играть, я с тобой поиграю позже, и не играете, если вы постоянно заняты исполнением каких-то бытовых своих обязанностей, но вот это эффективное время с ребенком, когда вы не занимаетесь ничем, кроме как с ним играете, если эффективного времени с ребенком у вас нет, ему всегда будет вас не хватать. Ему и так всегда будет вас не хватать, но если у него не будет даже вот этих там 30 минут в день, когда мама полностью его, или папа полностью его, и вы прямо играете в то, что нравится ребенку, в то, что заряжает ребенка, в то, что объединяет вас как-то, если вы вот этого времени ребенку не даете вовсе. А я знаю миллионы случаев, когда мама целый день с ребенком, но она не с ребенком. Она где угодно, она занимается чем угодно, только не именно вот этим вот временем, когда ты наслаждаешься своим сыном, с своей дочкой, когда ты прямо играешь, когда ты его чему-то учишь, поэтому эффективное время с ребенком – это очень важно. Я допишу сейчас свое видео, я дочитаю тот параграф, который мне нужно дочитать, законспектирую, и я пойду играть с ребенком, и я буду с ним играть, и в настолки, и в роботы, в которых я терпеть не могу, и лего буду, с лего у меня нет проблем, лего я пособираюсь с удовольствием, и позанимаюсь с ним, и почитаю, я ему дам маму, и только так у нас сохранится баланс. Если я сейчас, позанимавшись своими делами, не уделю время ребенка, куда-то его, там потащу, нет, пойдем, тебя там научат, ты поиграешь со своим другом, поиграешь в садики, поешь здесь, побегаешь здесь, он не получит меня, и, соответственно, он всегда будет расти вот в этом вот дефиците. Дальше такой очень важный пункт, это безопасность ребенка. Ребенок должен чувствовать себя в безопасности в том месте, в котором ему предстоит самостоятельная игра. Если вы постоянно пугаете ребенка, это не бери, это не лезь сюда, не трогай, здесь сейчас упадет, здесь ты уронишь, здесь ты прольешь, здесь ты испачкаешь, ребенку будет тяжело настроиться на игру, потому что он не будет чувствовать себя в безопасности в том месте, в котором он находится. Ребенок в своей комнате должен быть в безопасности, и для этого мы должны прикрутить все шкафы, мы должны понимать, что ребенок, пока он занят самостоятельно игрой, он себя не искалечит, мы должны максимально обезопасить квартиру, естественно, я думаю, это большинство родителей делают, как только ребенок появляется на свет или еще до этого. Вот этот пункт очень важен. Мы не пугаем ребенка, мы его предостерегаем, даем ему информацию, куда лучше не лезть, но не воспитываем в детях вот эту тревожность. Если вы понимаете, что ребенку предстоит самостоятельная игра в его комнате, я сейчас сижу и я понимаю, что ребенок у меня в своей комнате находится в безопасности, он не вылетит в окно, потому что у него там стоят замки, он не засунет пальцы в розетки, он не уронит на себя шкаф, потому что шкафы надежно закреплены. То есть я понимаю, что мой ребенок в безопасности, и ему хорошо от этого, и мне от этого хорошо. И последний пункт, который мы должны здесь с вами обсудить, он тоже касается психологических таких аспектов, то, что детей ни в коем случае нельзя пугать одиночеством. Это то, что, к сожалению, говорят некоторые родители, а вот ты не поделишься, будешь играть один, вот будешь всегда один играть. Как будто играть одному – это какое-то наказание. И это очень важно, учитывать вот этот момент психологический. Быть одному, находиться одному, играть одному – это не наказание. Это нормально, такое бывает. Иногда, конечно, нам не хочется этого делать, но занимать самого себя – это вполне естественно. Какие еще фразы родители говорят? Ну и сиди тогда один. То есть, понимаете, когда вы вот так говорите, вы в ребенке формируете вот это негативное отношение к самостоятельной игре. Поэтому, что, давайте повторим. Дать навыки самообслуживания. Обучить игре. Формировать привычку. Запастись терпением, пока вы формируете эту привычку. Проводить со своим ребенком эффективное время. Обеспечить его безопасность. И, соответственно, не пугать его одиночеством и игрой, когда ты находишься один. То есть, вот эти семь пунктов, которые приведут вас к тому, что ребенок сможет себя самостоятельно занимать. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь на ютуб канал. И всем добра.